Всем привет! Вы на канале Процветок, где мы помогаем растить вам свой сад здоровым и урожайным. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы поговорим о формировке и обрезке груши. Прежде чем приступить к обрезке, что нужно помнить? Первое. Груша сама по себе культура сильно рослая. И если ей позволить, она легко вымахает 7-8, а то и больше метров в высоту. Второе важное правило. Груша активно закладывает цветковые почки, в первую очередь на ветках, которые располагаются более-менее полого, горизонтально. И, наконец, самое важное. Никогда не режьте свои молодые груши очень сильно. Это спровоцирует избыточный рост и отодвинет вступление плодоношения. Поэтому с этой грушей мы будем предельно аккуратны и осторожны. А сейчас приступаем. Прежде чем мы начнем грушу резать, ее нужно хорошенько осмотреть, чтобы распланировать ее крону. Понять, какие ветки мы оставим, какие уберем. Найти, где у нас проводник, либо назначить проводника и убрать конкурента. Где у нас ветки трущиеся, пересекающиеся, либо растущие внутрь кроны. И всегда обрезку начинаем с того, что убираем все ненужное. То есть, повторюсь, трущиеся, либо оттягиваем, растущие внутрь кроны, пересекающиеся и мешающие. Ну и, конечно, эту грушу никогда не резали. И она позволила заложить себе крону непозволительно высоко раз. И позволила себе отрасти непозволительно высоко два. Вот этим мы и займемся сейчас. Здесь мы с вами видим отличную, хорошую ветку скелетную, отходящую от ствола. Но у нее есть одна проблема. Она растет вертикально, она трется. Удалять ее я не советую. Почему? Сектор кроны останется голым. И ее нужно сохранить любой ценой и обязательно оттянуть в сторону. Либо при помощи распорок, либо при помощи оттягивающих шнурков, шпагатов и так далее. Но прежде чем мы ее, так сказать, поставим в нужное положение, закрепим ее в нужном положении, мы ее немножко остановим в росте. Повторюсь, чтобы груша хорошо росла и закладывала как можно больше вот таких хорошеньких почечек, молодые побеги, растущие горизонтально, мы стараемся оставлять как можно более длинными. Поэтому сейчас мы выбираем хорошую боковую веточку, растущую не вверх, а вниз или в стороны, и срезаем над ней. Срез делаем именно над веточкой. В дальнейшем мы ее зафиксируем вот в таком положении. Она даст здесь побеги, а вот эти вот почки начнут хорошо плодоносить. И из этой небольшой тоненькой веточки сформируется хороший скелетный сук на удобном для нас месте. А пока мы ее оставим и приступаем к следующему этапу. Убираем ветви, которые растут внутрь кроны и загущают ее. Правильно размещаем ветви по окружности кроны. Обратите внимание, здесь раз, два, три ветви растут в одной плоскости. Они как будто дублируют друг друга и мешают друг другу. Кого-то мы должны однозначно убрать. И я предлагаю убрать вот эту веточку, оставить нижнюю. Она заложена на довольно-таки хорошей высоте. Мы ее немножко подкорректируем. Здесь вот пенечки все уберем, ненужные. И убираем вот эту дублирующую ветку. Срез делаем по кольцу. Обратите внимание, вот они эти волшебные кольца. Такой срез заживет очень и очень быстро. У нас есть проводник. И у нас есть очень нехорошая развилка. Обратите внимание, какая она. И вот вторая такая же развилка. Вообще груши склонны к образованию таких острых развилок. Поэтому никогда не допускайте того, что такие развилки образуются. Вовремя отгибайте ветви. И тогда крона получится грамотно спланированная, сбалансированная и очень прочная. А сейчас мы будем разбираться, кто у нас здесь конкурент, кто проводник. Кого мы оставим, кого ослабим. Здесь угол гораздо меньше 45 градусов. Гораздо меньше. В принципе, ветка здесь располагается довольно-таки удобно. Мы можем ее удалить, а можем оставить. Но если мы ее оставим, мы должны ее очень сильно ослабить. Мы ее ослабляем с переводом на боковую ветвь, которая идет наружу. Точно так же мы поступаем и с конкурентами проводника. Обратите внимание, на какую высоту они отросли. Они почти сравнялись по высоте с проводником. Мы должны их очень серьезно ослабить. Опять же, с переводом на боковую ветвь, которая идет наружу. Прищипываем, но буквально чуть-чуть, совсем немного, верхушки прошлогодних побегов. Для того, чтобы спровоцировать на них закладку цветковых почек уже в этом году. Сильно ни в коем случае не режем. Иначе здесь проснутся ростовые почки и дадут целый пучок волчков. Одну ветку уберу, она мне не нравится. Я удалю вот эту полностью. Удаляем конкурента проводника тоже на кольцо. Эта часть кроны у нас очень серьезно перегружена. И если мы оставим здесь много веток, получится крона несбалансированная, с перевесом в одну сторону. При сильном ветре, нагрузке урожаем, дерево начнет крениться и заваливаться на бок. А сейчас мы с вами переходим к самому сложному. А именно, к работе с верхушкой. Здесь у нас получилась разреженная ярусная крона. Это, если честно, самый оптимальный вариант для формировки в частных садах. И самый простой. Дело в том, что мы никогда не можем предугадать, где конкретно дерево заложит ту или иную скелетную ветвь. И нам приходится выбирать из тех вариантов, которые предоставляет дерево. Формируя самый выгодный, самый оптимальный в конкретном случае. Итак, у нас с вами есть условно первый ярус и такой вот размытый второй, плавно переходящий друг в друга. Второй момент. Мы хотим сделать грушу компактной, низкой. Высота оптимальная для груш 3,5-4 метра максимум. Здесь у нас уже, давайте-ка померяем, секатор у меня 2 метра с хвостиком. Обратите внимание, что она уже достигла 3 метров. И в принципе, ее можно и нужно останавливать. Срезаем верхушку с переводом на боковую пологую ветку. Пеньки ни в коем случае не оставляем. Верхушечная почка с этого побега даст новый побег-продолжение и потянется вверх. Но ее рост уже не будет таким сильным. А сейчас согласовываем оставшиеся боковые ветви. Они ни в коем случае не должны быть выше, чем верхушка теперешнего нашего проводника. Оптимально, когда расстояние между верхушкой проводника и верхушками боковых веток порядка 30-40 сантиметров. Всегда делаем срез на почку, направленную наружу. Обратите внимание, из нее проснется побег и он начнет расти вот так. Делая ветку, оттягивая ее в более горизонтальное положение. Это очень хорошо, это то, что нам нужно. Точно так же поступаем и с остальными боковыми веточками. А вот здесь у нас есть хорошая боковая ветка пологая. Мы срезаем верхушку именно над ней. Вот эту придется все-таки срезать еще больше, так как она по своей высоте все-таки ненамного отстает от проводника. Поэтому выбираем ростовую почку. Вот здесь ростовая почка. Срежем над ней. Раз. Укорачиваем немножко остальные. Здесь наверху у нас просто избыточное количество веток. И мы по правилам должны оставить здесь 3-4 максимум основных. Но у нас дерево молодое, активно растущее, вегетирующее. И мы можем либо оставить вот эти две ветки. Сейчас, обратите внимание, они дублируют друг друга. Вот эту и вот эту ветку оставить и удалить их в следующую обрезку. Это вреда не принесет. Либо сделать это сейчас. В таком случае у нас останутся в качестве скелетных раз, два, три, четыре, пять веток. Вот эти вот обрастающие, их можно либо удалить, либо оставить. Они особой роли не играют. Наоборот, они в чем-то помогут дереву накопить как можно больше питательных веществ. Все-таки лист – это основная фабрика питания для растений, особенно молодого. И это, кстати, наверное, все-таки будет правильней. Оставляем пока вот эти ветки. А в следующем году вы аккуратненько вырезаете вот эту ветку и вот эту ветку. И прореживаете здесь. За этот год на вот этих вот оставленных скелетных ветвях начнется активное образование новых побегов, новых веточек. Пойдет обрастание. Будут формироваться ветки второго, а может даже третьего порядка. И вот из них мы и заложим хорошую новую крону. Ну и, конечно же, не забудьте оттянуть ветки, о которых мы говорили раньше. Вот эту немножко перетянем в свободный сектор кроны и зафиксируем. И вот эту аналогично. После того, как вы провели обрезку, обязательно замажьте все срезы. Особенно это важно для молодых деревьев. Срезы диаметром менее сантиметра полутора можно не замазывать. Это не критично. Это не критично для возрастных деревьев. А вот для молодежи, которой год, два, три, все-таки я бы постаралась замазать по максимуму. Для замазки можно использовать как садовый вар, бальзам, так и вот прекрасное средство Ранет, которым я тоже активно пользуюсь. Более того, оно мне нравится тем, что абсолютно не бросается в глаза на стволах деревьев. Пожалуйста, обрезайте свои деревья вовремя. Не бойтесь. Правильно распоряжайтесь их жизнью и судьбой, их кроной. И тогда дерево проживет прекрасную жизнь, будет красивым, будет урожайным и долговечным. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова